В Кирове 13.07 начинается программа «Особое мнение». Я приветствую слушателей Анна Лукшина в студии и говорю здравствуйте гостю нашего эфира депутату Законодательного собрания 4 и 5 созывов Дмитрия Русских. Дмитрий Михайлович, добрый день. Анна, добрый день. Всем слушателям тоже прекрасного дня. Сегодня не самый плохой день, потому что нет дождя. Уже хорошо. Ну, вы знаете, я думаю, что те, кто сейчас следят за новостями, может быть, не так рады тому, что нет дождя. Хотя, ну, погода это погода, а пенсия это пенсия все-таки, да? Государственная Дума сегодня во втором чтении рассматривает законопроект о так называемой пенсионной реформе. И к этому моменту, я так понимаю, что возраст уже утвержден окончательно. Да, женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины в 65. Ну, сейчас разные совершенно поправки рассматриваются. Те поправки, которые предлагались со стороны оппозиции, в основном отклоняются, я смотрю, да. И вот, ну, достаточно спокойно обсуждение проходит, судя по федеральным СМИ. Не знаю, там, трансляцию прямой я пока не видела. Очень интересно. Ну, как бы понятно, что предсказуемая же была, да, вот эта история с тем, что после выступления Владимира Путина, скорее всего, будет принято решение. Ну, на самом деле, оно фактически и принято, и оно озвучено. Единственное, что я бы добавил, это нельзя назвать пенсионные реформы, потому что слово реформа здесь не подходит. Здесь подходит только одно слово, которое называется поднятие пенсионного возраста. Это не подразумевает в себя никакую реформу, которая впоследствии приведет к чему-то положительному. Приведет к тому, что, как бы, ну, окончательная цель любой реформы, это то, что бы можно было сделать для того, чтобы жизнь, по крайней мере, мы сейчас обсуждаем пенсионеров, там через 3-4-5 лет была совершенно другой по сравнению с тем, как сегодня они живут. К сожалению, сегодня большинство пенсионеров живут за чертой бедности. Предлагают поднять на 1000 рублей в месяц пенсии, ну, в среднем. Нет, нет, месяца там нет. 1000 рублей в год. Имеется в виду, что пенсия будет расти в год, ну, условно, вот в этом году ты получаешь пенсию по 12 тысяч рублей в месяц, в следующем году ты будешь получать ее по 13 тысяч рублей в месяц, еще через год по 14 тысяч рублей в месяц. Насколько я понимаю? Нет, 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 это все немножко не так, вот тут все запутано. На самом деле, сегодня средняя пенсия по стране составляет 14 тысяч рублей. Значит, наше прекрасное правительство в кавычках объявило, что их задача к 24-му году, чтобы средняя пенсия была 20 тысяч рублей. Значит, мы говорим, что это как раз получается за 6 лет, в среднем рост пенсии составит 1000 рублей в год. Но каждый месяц будут люди получать на 1000 рублей больше. Нет, тогда получается, если они, тогда это составит 12 тысяч рублей. Мы сейчас запутаемся в цифрах. Нет, да, то в данном случае здесь, значит, еще раз возвращаясь к пенсии, значит, это на самом деле печальная история, потому что мы сегодня видим показатели, что это никакая не реформа, и пенсионеры наши жить лучше не будут, потому что в 20 тысяч рублей в 2024 году, даже при той инфляции, которую сегодня объявляет там правительство, это 4-6 процентов, да, это как бы, фактически это будут те же самые деньги. То мы сегодня там видим динамику о том, что очень много обсуждаем сегодня по наполнеемости там федерального бюджета, и если я правильно прочитал, за последние полгода, 2018 года там профицит состоял 2,7 триллионов рублей, значит, это только за полгода, да, они в принципе все эти деньги, за счет, понятно, что высокой стоимости нефти и большого курса рубля к доллару, значит, они и так есть в бюджете для того, чтобы начать поднимать пенсии. Владимир Путин объяснил, сегодня есть, а завтра нет. Ладно. Да, но, к сожалению, вот я тебе скажу такую историю, что, в общем-то, очень много поколений и в Советском Союзе, и в России сегодня живут в счет будущих дел, да. Нам говорят, что светлое будущее, оно будет не сегодня, а завтра. Я помню, коммунизм хотели поставить. Да, ну, даже сейчас не про коммунизм. В 2010 году. Значит, то при этом я хочу сказать, что вот на протяжении уже большого периода времени поколений меняются, а жизнь не улучшается. То в данном случае я думаю, что большинство людей сегодня хотят сегодня жить счастливо и комфортно, а не завтра и не послезавтра, и там еще неизвестно когда. То на самом деле я считаю, что это никакая не реформа, что ресурсы в Российской Федерации для поднятия без пенсионного возраста, поднятия пенсии должны осуществляться само по себе, потому что деньги в стране есть, ресурсы есть, мы богатейшая страна. Но, к сожалению, почему-то так складывается, что для большинства людей, это не только консульция пенсионеров, это консульция и молодежи, и обычных людей, которые сегодня в трудоспособном возрасте, этих денег нет, потому что деньги уходят на войну, на помощь различным странам, значит, на поддержку олигархов и все прочее таком подобное. И понятно, что в сегодняшней ситуации, когда мы столкнемся с определенными экономическими трудностями, кроме как с населения, эти деньги собрать нельзя. Ну, решение принято. Мы можем там быть против или нет. Я так понимаю, что решение в основном своем виде оно принято. Ну да, окончательно, я думаю, что оно принято и будет принято. И на самом деле базовые все параметры, они останутся. А базовые параметры... Ну, кроме возраста 63 года для женщин. Да, ну, 60-65. Вот о чем мы сейчас ведем дискурсию, да, о том, что, в общем-то, все равно основные упоры для того, чтобы изменить пенсионный возраст, они предприняты. Все остальное, что там добавками, прибавками, там, всякими разъяснениями, это на самом деле суть дела не меняет. Мы сегодня говорим о том, что пенсионный фонд находится в тяжелейшем состоянии. Значит, если вы посмотрите параметры 2017 года, примерно пенсионный фонд сегодня составляет 8 триллионов 500 миллиардов рублей. Да, и из них практически 40% пополнения идет трансфертами из федерального бюджета. В деньгах это примерно 3,5 триллиона. Да, вот это примерно та дыра, которую сегодня и хочет правительство закрыть за счет повышения пенсионного возраста. Потому что они не хотят платить из федерального бюджета эти деньги, но они вынуждены их платить, потому что, к сожалению, пенсионный фонд работает крайне плохо. Система, которая там установлена, она крайне некомфортная. Она не обеспечивает сегодня все необходимости выплат по пенсионерам. Плюс, понятно, что мы говорим, что в нашей стране громаднейшняя коррупция и пенсионный фонд всегда отличался этим направлением. Его высшее руководство и применение тех денег, которые в какой-то момент накапливались в пенсионном фонде. То понятно, что за все эти промахи экономические, коррупционные и криминальные будут отвечать обычные обыватели. Это мы с вами. Давайте сейчас к обычным обывателям перейдем. Накануне депутаты Государственной Думы приняли в окончательном варианте решение об уголовном наказании для работодателей за увольнение пенсионеров. Штраф до 200 тысяч рублей или исправительные работы на срок до 360 часов за отказ в приеме на работу человека предпенсионного возраста и предпенсионного возраста уже по новой шкале или за увольнение. То есть людьми такими будут считаться, соответственно, женщины в 55 лет и мужчины в 60 лет. К чему это приведет? Эксперты говорят, что это приведет к перестройке рынка труда. И людям, которым сейчас в 45 лет сложно найти работу, будет сложно найти работу в 40. Я бы даже проще сказал, что уже после 40 очень сложно найти работу. Так. Что будет сейчас? Сейчас будет ситуация еще более усугубляться, потому что то, что сегодня приняла супер наша Государственная Дума, типа о том, что они смягчают вот это пенсионное изменение в возрасте, они говорят, что мы вас сейчас подстрахуем и вам создадим те условия, что вы будете вечно работать и никто вас никуда не выгонит. Значит, на самом деле это совершенно не та история. Значит, при всем при этом они принимают то, что ты сейчас говоришь, 200 тысяч штраф и исправ работы, это уже уголовная статья. То мы с вами там четко понимаем, что есть какие-то отрасли, которые в основном, может быть, будут и востребованы люди старшего поколения, которые предпенсионного возраста, это вот в нашей области это конкретно касается там системы образования. Это, наверное, во всей стране. Да, во всей стране, потому что там фактически у нас 60% работают люди уже пенсионного возраста. Там 30, ну, последние данные, которые я помню по ЗАГС собранию, где-то около 30 предпенсионного и где-то примерно 10-12% это новые молодые кадры. А что делать всем остальным? Значит, вот в этом плане как бы тут, может быть, что-то бы и сошлось. Но, конечно, коммерческие структуры, это госпредприятия, какие-то крупные предприятия оборонного комплекса. Ну, понятно, что для них это возникает очень большая проблема. Дмитрий Михайлович, а почему работодатели не хотят с пенсионерами дело иметь? Вот люди ведь опытные, они же много-много лет отдали там той или иной сфере, они разбираются прекрасно, они ответственно относятся к делу, они не прогуливают, они по выходным, извините, в клубах не тусят. Они не могут в понедельник не выйти на работу, потому что голова болит. Ну, Ань, тут вообще очень главный вопрос, насколько они морально, материально, ну, даже не материально, аморально и по состоянию здоровья могут в таком возрасте работать так же комфортно и хорошо, как они работали, допустим, до этого 10-15 лет. Они не успевают просто за психологическими изменениями? Я думаю, что, понимаете, что, вот давайте честно там говорить, да, вот сегодня, при сегодняшней жизни, для того, чтобы быть, по крайней мере, в нормальном состоянии физическом и здоровьем, да, нужно иметь не только желание, нужно еще иметь какую-то материальную поддержку. Потому что сегодня, если вы посмотрите, у нас очень много людей, там, особенно те, кто работают, там, чиновниками, там, все, они выглядят как огурчики, да, почему? Потому что, в принципе, они не перерабатывают. Зарплаты у них выше среднего, доплаты пенсии у них громаднейшие, по сравнению, там, с обычными людьми, да, то они позволяют себе, там, отпуска, как бы, оплачиваемые. Поездки, да. И при этом они, как бы, еще работают в довольно-таки свободном таком режиме, там, да, ну, не перетруждаются. Понятно, что они могут и в 60-65 лет спокойно находиться на своих местах. Но при этом у них есть средства, которым выплачиваем мы, да, которые им позволяют, там, отдыхать, ездить, лечиться в специальных клиниках, там, или больницах, при этом принимать дополнительные лекарства, типа БАДов, которые сегодня по всему миру дают совершенно другой положительный результат, именно продлевая долголетие и энергию. Мы не витамируем сейчас, да, ничего? Да, мы ничего не... Ну, или витамины, да, да, без разницы там, да. То это определенный пакет, когда человек может в 60-65 себя чувствовать так же, как в 50-55. Обычный человек не может. Большинство людей у нас работают в тяжелых условиях. При всем при этом он не получает ту необходимую пищу, которая нужна человеку. Плюс, понятно, мы не говорим никаких там витаминах, мы не говорим там о отдыхе в санаториях, потому что если мы посмотрим динамику, у нас 90% в Кировской области вообще никуда не выезжает. Возрасту 60 лет человек уже изношен. Человек просто изношен, да. То понятно, что когда... И мы все это видим, и все мы это прекрасно понимаем, кто занимается там какой-то деятельностью и видит, как работают различные сотрудники. Нельзя сравнивать с 60-летним человеком при всем к нему уважении, в том плане, что он ответственный, он хороший. Но есть человеческий фактор здоровья. И сравнить его с 35-летним или 40-летним человеком, да. Это совершенно разные вещи. И понятно, что здесь любой работодатель будет отдавать предпочтение в сторону, конечно, молодого работника. Так, а вот теперь смотрите. Почему-то драконовские меры в отношении работодателей введены, да. А вот те предложения, которые были сделаны стимулирующие, там, опозлабление по налогам, еще какие-то вещи, они почему-то не прошли. Мы с вами об этом поговорим после небольшой паузы. Все еще пенсионную реформу обсуждаем с нашим гостем Дмитрием Русским, депутатом ЗАГС Собрания 4-го и 5-го Созывов. Вот меры драконовские по защите прав людей предпенсионного возраста, работающих, которые накануне одобрила Государственная Дума. Были предложения стимулировать работодателей на то, чтобы они людей старшего возраста принимали на работу. Налоговые какие-то, да, послабления по социальным взносам, может быть, еще какие-то, не знаю, там, стимулирующие меры для тех работодателей, которые по переквалификации, да, людей пожилого возраста занимаются. Почему это не было принято? Ань, ну, посмотри, все, что мы сейчас с тобой обсуждаем, причина вся очень простая. Как сказал премьер страны нашей, господин Медведев, что денег нет, но вы держитесь. То в данном случае все, что сегодня предпринимается в плане повышения пенсионного возраста и все те вещи, которые сегодня нам транслируют, это связано с отсутствием необходимых средств для того, чтобы просто выплачивать те пенсии, которые сегодня существуют. А, я поняла. Да, то понятно, что когда ты говоришь о стимулировании бизнеса в плане этом, да, то получается, что стимулирование – это значит какие-то дополнительные финансовые расходы или недополученные доходы бюджетов. А так удобно, штраф 200 тысяч. А штраф 200 тысяч, и вроде никуда вы, ребята, не денетесь. Но я вам еще раз хочу сказать, что вероятность того, что это… Лазейки какие-то будут? А никаких лазейок не будет. Просто к 53-54, как у женщин, так же, как и к 58-59, любой работодатель будет готовить какую-то почву, чтобы не попасть на уголовную статью. То в данном случае или они предновременно не будут брать даже на расстояние пяти лет этих людей, или как-то будут их готовить к тому, что если им это не нужно, то они никогда это не сделают. То в данном случае сегодня создается прецедент, когда человек должен заранее думать, как ему не попасть под уголовную статью, если ему в какой-то период времени человек, который по ряду причин ему не подходит, от него нужно будет отказаться. То на самом деле это такая чисто заваливированная вещь, которая никакого эффекта на самом деле не даст. Она только осложнит отношения между человеком, который работает, и кто его принимает на работу. Просто бизнес, по крайней мере, точно начнет в этом плане страховаться, потому что те уголовные дела, которые будут заводиться и будут даваться штрафы, никто на них изначально не пойдет. Печально. Получается, что люди в последние 10 лет перед пенсией будут сидеть без дохода или без приличного дохода. Это еще на самом деле период, когда мы сейчас с тобой обсуждаем, что после 40 уже будет трудно работу найти, то после 40 это будет еще гораздо сложнее найти, чем сейчас. Потому что мы сейчас все понимаем, что есть период 55 и 60, и все к этому готовы. Но дальше уже никто не готов. Потому что на самом деле в большинстве случаев, почему люди наши все сопротивляются? Потому что они уверены, что по мужчинам большая часть не доживает. По женщинам понятно, что они хотят уже в 55 лет выйти заслуженно на работу. Немножко на пенсию. Сюда отдыхать, заниматься внуками, помогать своим детям. Но у них уже другие планы совершенно. А тут им говорят, вы еще пятерочку отработайте на прекрасное государство, а потом посмотрим, как вы будете кому-то помочь. Да, я думаю, что многие бы отработали, только вот как мы с вами говорим, непонятно где. Ладно, еще одна тема федеральная такая, которая преломлением. Это знаешь, как сейчас в интернете очень хорошая вещь идет. Две бабушки идут сзади, и там написано, идем на работу, только забыли куда. Да, много таких демотиваторов в интернете, картинок, конечно. Выборы, прошедшие 9 сентября, вторые туры, прошедшие 16 сентября в нескольких российских регионах, я губернаторские выборы, прежде всего, имею в виду, показали, что Единая Россия потеряла популярность. Вот история с пенсионной формой... А была ли популярность? Как не была, как не была. 70% Дмитрия Михайловича в целом по стране. А, не сомневаюсь, популярность последняя, особенно 5-8 лет. Хорошо, не 70, 50. Да и 50 никогда не было. Значит, скажу следующее. Пенсионная реформа сказалась на всей истории. Я думаю, что это один из основных факторов, который очень значительно повлиял на то, что сегодня произошло. Потому что все те обещания, которые на протяжении 15 лет несет эта партия, они сегодня заканчиваются совершенно трагической историей, которую мы сегодня видим. И такой занавес опускается и говорят, что все, ребята, мы столько для вас хорошего сделали в стране, вы живете в лучшем государстве в мире. При этом опуская, мы вам говорим, что для того, чтобы еще было всем лучше, мы поднимаем, делаем пенсионное повышение возраста, для того, чтобы вы не сомневались, что мы делаем до ночи, только думаем только о вас. Понятно, что уже все терпения закончились, и вот мы сегодня видим громаднейший протест, который прошел, особенно в тех четырех регионах, где выборы фактически победила оппозиционная. В двух уже победил, да, и в Приморье объявлены новые выборы. Да, и в Хакасии там тоже, вернее всего, что там, если их сегодня не остановят и не снимут, то там должен победить кандидат от КПР. Вот системная оппозиция, она начинает как бы фактически забирать тот весь негатив, который передаваемый партии «Единая Россия». А вот это хорошо или плохо для жителей страны? Потому что мнения есть два на самом деле. Кто-то говорит о том, что как здорово «Единая Россия», значит, вот сдала оппозиции, и теперь оппозиция поднимает голову, и у нас наконец-то там будет настоящая конкурентная политика. А кто-то говорит, что ничего, собственно, не случилось, потому что оппозиционные партии, они карманные. Ну, тут сложно как бы сказать, что это не так, но вы видите заявление тех двух победившихся губернаторов от партии ЛДПР, которые сказали, что мы полностью поддерживаем политику президента. Ну да. Да, но это говорит о том, что, в общем-то, как бы от перестановки слагаем, сумма фактически не меняется. Значит, то, что население сегодня голосовало за черта Лысого, лишь бы не за «Единую Россию», это очень четко показало. Мы не будем далеко ходить, мы можем посмотреть на выборную кампанию в городе Кирове и Кировской области, когда были до выборы два округа в Законодательном собрании Кировской области и два округа в Городскую Думу. 50 на 50? 50 на 50, но на самом деле, если бы с одного городского участка не сняли бы различными путями кандидата отбегута, он бы победил в этом округе, и уже пропорция была бы из четырех округов, три победила так называемая системная оппозиция, представляемая, допустим, в Кировской области, в первую очередь на выборах, это была «Справедливая Россия». То мы видим настроение людей, которые сегодня уже не хотят ни под какими соусами, ни под какими уговорами голосовать за партию, которая, в общем-то, за 15 лет ничего хорошего для них не сделала. Мне кажется, все-таки последняя история, это такая была прям вот жирная точка, наверное. Вот смотрите, коммерсант сегодня с утра пишет о том, что после вот этих вот результатов выборов последних, Единая Россия перестанет играть в поддавки с оппозицией и будет каким-то образом закручивать гайки на региональном уровне, насколько вот это возможно, на уровне Кировской области. Они не играют с оппозицией в поддавки, они играют в поддавки именно с парламентскими партиями, которые, так называемые, имеют определенную конбланш для того, чтобы они присутствовали везде, но, в общем-то, и делили полностью ответственность вместе с Единой Россией. Потому что они сидят в одних местах, особенно в Думе, голосуют практически за одно и то. Оппозиция — это три партии, три партии парламентские. Вот мы про них сейчас говорим. Парламентская оппозиция. Парламентская или системная. Вот давай их будем называть системная, потому что они встроены в систему и они поддерживают эту систему. Хорошо, вот речь идет о них. И будет сложнее на следующих выборах, пишет коммерсант, властник. Я думаю, что на самом деле с ними будут уже аккуратней как бы вести себя, потому что в данном случае очень странная история. Вот для любой правильного выборного процесса очень важно, чтобы была конкуренция, чтобы люди не теряли интерес к выборам. То картинки должны меняться. Это на самом деле так, потому что мы с вами четко понимаем, что сегодня мы видим по всей стране и по Кировской области, что интерес к выборам у населения очень сильно падает. Явка очень сильно падает. То, конечно, мы идем по пути, вернее всего, что тому, что в скором времени придется, наверное, действующей власти вообще отменить выборы губернатора. Потому что даже системной оппозиции, те, которые сегодня у нас находятся в парламенте и очень плотно взаимодействуют с администрацией президента, даже им сегодня партия Единой России не хочет отдавать места губернаторов в регионах. Хотя на самом деле страшного ничего бы не произошло. И, в общем-то, это был какой-то определенный интерес для людей, что, в общем-то, если мы не хотим Единую Россию, мы там можем выбрать какую-то другую партию, которая сегодня представлена в том пуле, который предлагает наша сегодняшняя власть и администрация президента. Ну, хотя бы так, да? Хотя бы так. И пусть они там потом говорят, что поддерживают. Но мы сегодня видим, что Единая Россия вообще потеряла как бы разум, на моем понимании. Они даже вот этим партиям, которые, в общем-то, им понятны, которые они всегда управляемы, они поддержаны, они, в общем-то, консолидировано по большинству вопросов голосуют. Они придерживаются одного внутреннего и внешнего направления. Соблюдают правила игры. Они полностью играют по правилам игры. Мы сейчас не говорим о той оппозиции, которая сегодня... Несистемная. Несистемная, да. С ней вообще никто не играет. Мы знаем, что все участники, которые сегодня представляют, на самом деле, несистемную оппозицию, они находятся или в тюрьмах, или находятся в других городах и странах и все прочее. С ними гораздо очень жестко поступают. Ну, в общем, этим партиям ничего не грозит на регионах. Нет, я думаю, что какие-то... Или будет все-таки давление усилия. Я думаю, что все-таки давление какое-то будет, тем более у нас есть сегодня муниципальный фит, который позволяет этим партиям присутствовать на выборах губернатора, потому что без фактически... Потому что они в Госдуме. Да. Нет, не потому что они в Госдуме, или из-за того, что они все равно сами по себе практически не могут пройти этот муниципальный фит без помощи Единой России и власти. То в каких-то, наверное, вещах им будет это во всем ограничено. Рисковать сегодня власть не хочет даже и системная оппозиция, чтобы она приходила к власти. То, конечно, они будут более внимательно сейчас относиться к тому, что население начинает полностью игнорировать партию Единая Россия. Есть шанс на следующих выборах увидеть еще меньше кандидатов, победивших, скажем так, во все уровни. Хотя, если мы посмотрим четыре вот этих области, которые были, я внимательно следил. Хакасия, Приморский край, Парска и Владимирской области. В основном все кандидаты, которые победили от системной оппозиции, они шли как технически. Они сами не ожидали, что так произойдет. А вот произошло. А так произошло, потому что население сказало, что все, ребята, хватит. Дмитрий Русский, депутат ЗАГС Собрания 4-го и 5-го созывов в нашей студии. Сделаем небольшой рекламный перерыв. Вернемся уже с городскими новостями. Продолжается программа «Особое мнение». В студии у нас Дмитрий Русский, депутат ЗАГС Собрания 4-го и 5-го созывов. Переходим к теме городской, но она отчасти тоже с политикой связана. У нас вся жизнь с политикой связана, к сожалению. Да, не все, правда, это понимают. Власти Кирову отказались согласовать акцию в память Анны Политковской из ремонтных работ у мэрии. Такая новость размещена на нашем сайте. Вчера об этом же написала новая газета. Радио Свобода об этом уже сообщила. Ну, вот, собственно, история такая. Организатор акции Вадим Ананин неоднократно, практически каждый год, по-моему, там, начиная с года убийства, да, Анны Политковской организует акцию ее памяти, именно в день убийства. Некоторое время назад эту акцию разрешали проводить у фонтана на театральной площади. Вот уже два года ему отказывают в проведении акции. В прошлом году, значит, отправляли в Коминтерн. В этом году вообще непонятно, куда отправят. И совершенно... Куда подальше. Да, совершенно неизвестно, чего боятся власти. Ну, потому что это не протестный какой-то митинг. Это акция памяти человека убитого. Российские законы говорят, что убивать людей плохо. Почему люди, которые выходят с плакатами, напоминающими о том, что убивать людей плохо, не могут это сделать в центре города, мне непонятно. А вам? Ну, мне тоже непонятно, но давай мы с тобой с другой точки зрения посмотрим. Сегодня у нас везде, кругом, главный лозунг это все запретить. Да, вот и даже нет никаких аргументов, почему и зачем. Значит, вот все мы запрещаем, потому что вот, как бы, а зачем разрешать? Кто такая Политковская? Она зачем? Она куда? Она что, член партии Единой России? Нет, она не член партии Единой России. Вот если бы она была членом партии Единой России, ее бы какие-то враги бы убили. Конечно, мы бы были на самых центральных площадях. Но кто такая Политковская? То в данном случае здесь ничего удивительного нет. Это завтра соберутся там в память еще кого-то, какого-нибудь писателя или там журналиста, которого тоже убили там, да? И тут такой же будет запрет. Потому что сегодня, к сожалению, еще раз, вся проблема партии власти и самой власти, потому что большинство людей, которые сегодня во власти, это члены этой партии, они потеряли вообще, как бы, связь между населением и современностью. Они живут совершенно в другом мире, а большинство людей уже совершенно живут в другом мире. И если бы власть была разумная, она бы сказала, да, у нас тут идут ремонты, мы вам предлагаем пойти на центральную площадь, да? Или какую-то другую. Ничего страшного, чтобы люди хотели там почтить память человека, которого убили за то, что она говорила правду, в этом ничего страшного нет. Это не свержение власти, никто ничего не призывает. Но, еще раз говорю, они так всего стали бояться и за все так переживать, что это может коснуться в том числе и их. Они, конечно, все это начинают запрещать. В стране началась запретная тема, она запрещает вообще все. Неважно даже с каким знаком, да? Плюс-минус, главное запретить. То понятно, что городская наша администрация ничем об этом плане не отличается. Чем больше запретов, тем они считают крепче власть. Ну, на самом деле, как сказал один человек, когда власть заканчивает все возможности развития, ей только остается стрелять, то стрелять уже в этом случае становится гораздо поздно. То в данном случае вот эта запретная вещь, она просто ни к чему не приведет. Она приведет только к более тяжелой ситуации, которая существует. Нельзя запрещать то, что нельзя запрещать. Я должна все-таки отметить, что окончательно пока не запретили. Насколько понимаю, Вадим Ананин сегодня собирает подписи, как раз и несет их все-таки в администрацию города. Я надеюсь, что акцию разрешат. Да, и я думаю, что они не просто разрешат, они и предложат место, которое было бы комфортно и для жителей города Кирова, и для тех, кто проводит эту акцию. Дмитрий Михайлович, все-таки предложат или не предложат, как Вы думаете? Ну, может быть, мы сейчас поговорим, они нас услышат и предложат. Но, на мой взгляд, мне кажется, что если такая уже тенденция пошла, что они запрещают, то вернее всего, что они ее не разрешат или разрешат там, куда доехать невозможно. Не в центре Кирова. Да. Не в центре Кирова. Дмитрий Русских мы продолжаем. Еще у нас остается 15, нет, поменьше даже 10 минут. Городская тема, ну, точнее, даже, наверное, региональные кадровые перестановки в областном правительстве. Губернатор Дмитрий Васильев подписал распоряжение о перераспределении сферы ответственности между заместителями председателями, между своими заместителями. Максим Кочетков, ранее курировавший лесопромышленный комплекс и сферы экологии, сейчас полностью сосредоточится на промышленном комплексе региона. Лесной комплекс будет курировать Андрей Плитко, а работа Министерства охраны окружающей среды Владислав Кадыров. Ну, Игорь Васильев сказал просто, что Максим Кочетков очень занят будет на промышленном комплексе, очень много работы, правда, вот, ну, много действительно предприятий, много диверсификации, вот это все. Ну, это немножко, мне кажется, не так. Не для лесного комплекса и не для экологии. Вот, смотрите, ровно год-полтора назад основной тренд нового губернатора и правительства было, это как раз лесная отрасль. То есть, у нас полный минерал, да? По ихним расчетам должна была дать какие-то несусветные деньги в областной бюджет и наведение там порядка приведет к определенному счастью кировчан, в том числе и бюджет Кировской области. Значит, то в данном случае здесь полностью такое, как бы, направление, которое, на самом деле, очень сильно зависит от политики правительства Кировской области и курирующего саму. Потому что здесь все, как бы, понятно, леса в основном у нас федеральные или региональные, значит, как бы, вырубка это их разрешение, контроль то же самое. То тут как раз такая отрасль, которая, на самом деле, очень значительно зависит от исполнительной власти. Да? Значит, по промышленности. По промышленности, мне кажется, тут все гораздо проще. Сегодня вся промышленность это акционерное общество. То в данном случае они в большинстве своем случаях работают так, как они работают, и там участие правительства Кировской области исполнительной власти, оно очень минимизировано. Потому что, я еще раз хочу сказать, что это коммерческие все структуры. У них, как бы, свои планы, как бы, у них свои бюджеты. Они полностью, как бы, независимы фактически от власти, да? Просто иногда их собирать и спрашивать, как у вас дела, ну, это, может быть, один из главных, как бы, поводов, и когда тебе говорят, что как дела, а ты говоришь плохо, то они говорят, ну, мы готовы вам помочь. Да, только пока не знаем, чем. Деньгами точно не поможем, потому что денег нет. Значит, то в данном случае я хочу сказать, что, на мой взгляд, как раз, когда у Кочеткова забирают лесную отрасль, да, это идет определенное ослабление, потому что, в принципе... Его позиции. Его позиции, да. Как игрока. Потому что самый главный, как бы, козырь, который был в лесном комплексе, ему, когда передавали, его представляли, что он наведет именно в лесной отрасли порядок, потому что в промышленности очень сложно навести порядок, потому что она коммерческая, там, акционерное общество все в основном, да, частности, это сектор в основном. Сложно со своими предприятиями. А у нас нет государственных предприятий, на которых можно, там, влиять, там, замгубернатор по промышленности, там, в принципе. Кроме как посещать эти предприятия и смотреть, как они работают. То здесь, конечно, идет ослабление, и мне кажется, что господин Кочетков находится на определенном выходе из правительства Кировской области или отъезде из нашей территории. А вы думаете, это подготовка просто к тому, что он... Ну, это идет ослабление, фактически остается только одна промышленность, и в данном случае, конечно, он может на ней сконцентрироваться и заниматься ей, там, с утра до ночи, но на самом деле, влиять на нее и, как бы, преобразовать, на самом деле, с его, там, возможностями. И без бюджетных денег, которые, может быть, и попросила бы промышленность для поддержки, а так как у нас этих денег нет, то влиять на нее практически невозможно. То мне кажется, что это все-таки ослабление, и вернее всего, что, хотя это очень обычно скрывает, я думаю, что он работает до конца года. Это мое предположение. Ну, это особое мнение, мы можем это делать, да, в программе особое мнение. Муниципальные реформы... Наработался, говорит. Еще одна история, затейная, вот там, в недрах соседнего серого здания, как я понимаю, да, речь идет об укрупнении неком административном муниципальных образований и создании на их месте таких городских округов. Ну, я напомню, да, начиналась вся эта история и начинается с Богородского, Унинского, Лебяжского и Санчурского районов. Это самая малочисленная и самая тяжелая территория, самая отдаленная, да. По своей инициативе, как заявляют в областном правительстве, они решили попробовать создать городские округа, посмотреть, как все это будет работать. Я так понимаю, что там речь идет о неком сокращении административного аппарата, и не очень понятно пока, как это отразится на жителях. Вот вам все-таки кажется, это позитивные такие течения, движения вот в ту сторону, укрупнение такое, или нет? Ну, позитивные они или негативные для кого? Для населения? Для жителей. Для жителей, я думаю, что это вообще никакой разницы на самом деле нет, по большому счету. Значит, насколько я слышал, что здесь все делается для того, чтобы сократить количество чиновников в этих местах. Значит, что это будет, они как говорят, что в два раза меньше. Еще меньше рабочих мест будет в районе? Ну, фактически да. Но при этом, я думаю, что основные вообще все последние годы, которые происходят изменения и касаются там каких-то перевоплощений и перераспределений, она заключается в экономии финансовых ресурсов. Потому что в Кировском области, как и во всей стране, денег на самом деле становится все меньше, бюджеты все тяжелее, доходная часть как бы сокращается фактически, расходная увеличивается. Фактически не от хорошей жизни. Я думаю, что это все делается не от хорошей жизни для того, чтобы как бы сэкономить какие-то определенные финансовые ресурсы. Хотя на самом деле там значительно влияет на сам областной бюджет и какие-то изменения. Но я не думаю, что эти суммы так значительно могут повлиять. Это все связано с тем, что надо расходы сокращать. Ну вот смотрите, депутат Законодательного собрания Георгий Лугинин на пленарке, где там продолжали обсуждать этот вопрос до этого на комитете, объяснил, почему жители беспокоятся. По его словам, укропнение там обычно связано с закрытием почт, библиотек, амбулаторий, школ и так далее. Вроде бы заявляется, что ничего это не исчезнет из нынешних муниципальных образований. А там уже исчезать-то нечего, там все уже исчезло, чем можно было. Ничего нет. Да, там ничего нет. То в данном случае, если мы говорим о тех районах, которые вы говорите, я там уже очень хорошо их знаю, как был депутатом, я все их объездил, там и так уже практически ничего нет. То в данном случае там вся концентрация идет в этих районных центрах. Там еще где-то люди живут, там где-то они работают. А в основном там уже нечего сокращать, то уже все сократили. То в данном случае я на самом деле думаю, что это так и останется, как им говорят. Потому что если было бы что сократить и зарезать, они бы уже все сократили и зарезали. То тут уже идет такая последняя стадия сокращения именно количества работающих сегодня в структурах районных и городских, ну поселковых администраций. На фоне пенсионной реформы вообще слово сокращение касательно рабочего места. Слушайте, ну у нас есть прекрасная история. У нас вот все сегодня говорят о пенсиях, заботятся о пенсионерах. Вот у нас в областном бюджете сегодня сумма примерно доплат госдолжностям и госслужащим примерно составляет около 300 миллионов по году. У нас идут доплаты пенсиям, к той пенсии, которая сегодня является среднестатической, хотя 14 тысяч, хотя у них гораздо она больше. И надбавки там есть и 20, и 30 тысяч, и 50, и 60, и бывший губернатор и зампредседатель правительства получает и 160, там, 130, 140 тысяч надбавки. — Хорошая пенсия. — Да, хорошая пенсия. Это не в год, это в месяц. То в данном случае почему-то вот эти вещи никто не обсуждает, почему сегодня 99% пенсионеров там должны вести нищенскую там жизнь, а совершенно люди, которые в общем-то и так неплохо всегда жили, и у них и пенсии повыше, чем средние, значит, получают такие надбавки. И сумма-то в бюджете 300 миллионов. Это нешуточно. Я помню, когда мы начинали эти темы все разбирать еще там 4-5 лет назад, мы стартовали с суммы 60 миллионов. У нас по году было, и то мы вызывали большое сомнение, для чего вообще это делается. Значит, а сегодня уже 300. В 5 раз за 4 года. Рост. Ну, конечно, таким пенсионерам, которые такие надбавки получают, они и поддерживают партию «Единая Россия», и депутаты. И пенсионеры, ну, конечно, они хорошо живут. Ребята, вы что, с ума что ли сошли? Да, всем остальным непонятно, что делать. Еще одна реформа, которую... Думать головой. А как? На выборах? У нас сегодня 4 региона показали, что можно совершенно по-другому реагировать. Можно, конечно, и не ходить на митинги и демонстрации, а просто взять и ногами доказать, что все, что они делают, им очень сильно не нравится. То есть взять и пойти на выборы? Просто пойти на выборы и сделать правильный выбор для того, чтобы власть начала задуматься, что она все делает не так, как видит это население. А население все видит по-другому. Главное, чтобы кандидаты остались, за которых можно было голосовать. Главное, чтобы их допустили, а не остались. В следующем выбор. Ну да, я про это говорю. Да, или допустили, или их не убили, или не посадили. Ох, нет, вот об этом вообще лучше. Не будем, хорошо. Дмитрий Русский, депутат в собрании 4-го и 5-го созыва, был в нашей студии. Тем по мусору уже не успеваем обсудить, но думаю, что еще встретимся и поговорим. Да, я думаю, что это такие три позиции, которые сегодня самые являются знамбодерные. Это ТБУ, как раз, да, для власти. Второе, это обманутые дольщики. И третье, это жилистно-коммунальное хозяйство, что фактически все три вопроса очень серьезные, но решения по ним очень сложно находятся и будут очень тяжело находиться. Так что в данном случае у нас есть что обсуждать. За окном осень. Так что всем хорошего дня, хорошей погоды, хорошего настроения и будем надеяться, что жизнь движется вперед и в лучшую сторону. Ну как минимум... Несмотря ни на что. Как минимум люди со вчерашнего дня, насколько я понимаю, начали получать отопление в квартиру. И хотя теперь мы за это уже точно платим и знаем, что мы платим с конкретного дня. Да, это все равно, наверное, приятно. Спасибо нашему гостю. Тепло в ваших квартирах-то. Да. Это какой-то прям рекламный сломан. Компаника. Несмотря ни на что. ТБУ. Дмитрий Русских еще раз. Спасибо, Яна Лупшина, со слушателями. Прощаюсь. Спасибо всем. До свидания.